Мы, конечно же, знаем, что сегодня печальная годовщина спитакского землетрясения, и еще раз мы приносим соболезнования, мы помним, каким широким был отклик в Советском Союзе на эту трагедию, и рассчитываю, что наша готовность, коллективная готовность к подобного рода природным катаклизмам сегодня гораздо выше, и надеемся, конечно, что их будет меньше. Ну а катаклизмы, которые связаны с деятельностью человека, у нас случаются гораздо чаще, к огромному сожалению, и мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важные значения, которые сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое было подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем, и разблокировать, договорились, разблокировать все коммуникации и хозяйственные, и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении. Российские миротворцы активно сотрудничают с населением, в зоне своей ответственности помогают возвращению беженцев, помогают разминированию территории, оказывают медицинскую помощь жителям Нагорного Карабаха и решают другие гуманитарные вопросы. Создается Центр гуманитарного реагирования в тесном контакте с армянской и азербайджанской сторонами и мы всячески поддерживаем деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, свой опыт, свой потенциал в восстановление мирной жизни. В частности, российское руководство приняло решение о выделении дополнительного единовременного добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста, который работает уже давно, многие годы и в регионе, включая Ереван и Баку, но также и непосредственно в Степанакерте. Важнейший вопрос обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению. Мы знаем, насколько это острая тема для родных, близких, друзей, тех, кто оказался в плену. Ну и, безусловно, обмен телами погибших – это тоже очень эмоциональная часть проблемы, которую необходимо как можно скорее решить. Уверен, что мы сегодня с вами обменяемся мнениями о том, как дальше продвигаться с выполнением заявления от 9 ноября. Ну и хорошая возможность, безусловно, обсудить состояние наших двусторонних отношений, союзнических отношений, стратегического партнерства.